добрый день дорогие друзья уважаемые ученики школы китайского языка ванны меня зовут сергей и мы продолжаем цикл наших бесед об истории культуре и символов китая сейчас за окном февраль 2024 года а значит настало оптимальное время для разговора о традиционном празднике китайского нового года в одной из наших предыдущих лекций мы уже говорили о том что жизнь традиционного китайского общества с точки зрения исчисления времени подчинялась системе лунно-солнечно-юпитерианских циклов каждый из которых длился по 60 лет и хотя китай после синхайской революции начала 20 века перешел на григорианское летоисчисления дни традиционных праздников по сей день отсчитываются по старому календарю и потому являются как бы плавающими в этот раз приход нового 4721 года выпадает в китайской народной республике на 10 февраля 2024 года а общенациональные празднества в эту часть будут проводиться в течение аж двух недель это новогодняя пора и связанные с ней традиции и ритуалы служат если и не центральным то во всяком случае одним из ключевых стержней китайской культуры которые почитаются как в материковом китае в кнр так и на тайване и во многих других странах с многочисленными китайскими диаспорами сегодня мы постараемся прояснить как появился этот праздник и какие ритуальные действия следует совершить в преддверии китайского нового года и в новогоднюю ночь чтобы обеспечить себе благополучие и процветание в новом году корни традиционного китайского нового года уходят в глубину веков и переплетаются с различными легендами и преданиями согласно наиболее популярной версии происхождения данного праздника первый день года наступил когда император юй юй великий один из трех властителей пяти императоров основатель легендарной династии ся вступил на престол и вместе со своими подданными принес жертвоприношение небу и земле однако дата китайского нового года с течением времени претерпела изменения во времена династии ся это 2070-1765 года до новой эры в качестве первого месяца года использовался первый месяц весны лунного календаря затем во времена династии шан это 1600-1046 года до новой эры новый год отмечался в двенадцатом месяце лунного года ко времени западного джоу 1045-771 года до новой эры относится описание традиции празднования 10 месяца древнего лунного календаря который приходился на осень в это время люди убирали урожай проса я напомню тогда что проса была основной сельскохозяйственной культурой в долине реки хуанхэ угощали гостей рисовым вином сами ходили в гости резали ягнят произносили тосты за хозяев дома и вообще радовались жизни считается что вот это празднование 10 месяца является одним из прототипов китайского нового года но это празднество не имело никакого отношения к празднику середины осени во время которого китайцы собираются всей семьей чтобы поклониться луне традиция праздновать новый год осенью в течение 10 месяца была порождена и закреплена на государственном уровне после объединения сражающихся царств ценим шихуанди этот же и циньский календарь использовался далее в первый год управления династии хань но уже в 104 году до новой эры китайские астрономы во главе с лось ахуном составили календарь тайчу согласно которому первым месяцем нового года стал первый месяц весны по лунному календарю вместо старого десятого месяца последующие поколения китайских астрономов продолжили постепенно улучшать именно вот этот ханьский календарь до современного лунного календаря а лось ахуна стали называть отцом нового года и теперь настало время поговорить какой же сакральный и практический смысл в древности люди вкладывали в празднование нового года и так уже со времен династии хань о которой у нас выходил отдельный подкаст первый день первого месяца месяца джен был установлен как первый день нового года день нянь мы уже говорили что в 1911 году после синхайской революции произошел переход на солнечный григорианский календарь и с тех пор первый день первого месяца по новому календарю стал первым днем года по-китайской он называется юань дань а первый день первого месяца по лунному календарю стали называть чунзье дословно праздник весны или нянь праздник нянь имеет древнюю историю насчитывающую уже более двух тысяч лет посмотрим на иероглиф нянь который в современном китайском языке обычно обозначает слово год в толковом словаре династии хань шо вэнь дзе цзы об иероглифе нянь сказано следующее нянь это созревшие хлеба от знака х хлеб на корню и звучит как тянь тысяча иначе говоря нянь это празднование в честь богатого урожая от весенних посевов народ готовит угощение к столу из нового урожая делает новое вино все собираются вместе за вкусным ужином празднует итог годового труда отдыхают радуются сбрасывают накопившуюся за год усталость однако для древних китайцев как и для многих других культур и народов приход нового года воспринимался как время перехода природы из одного состояния в другое это время перепели перерождение всего и вся считалось достаточно опасным поскольку по поверьям в дни обновления годового цикла мир живых очень тесно соприкасался с миром потусторонним обитатели которого по умолчанию не сулили ничего хорошего для живых вот и в китае согласно древнему мифу начале каждого нового года нужно прятаться от чудовища по имени нянь который пожирает скот зерно и пищевые припасы а иногда и сельские жители особенно детей нянем принято задапливать ритуальными жертвоприношениями оставляя при входе в дом немного еды а также отпугивать при помощи красного цвета так по сей день китайцы накануне нового года украшают свои жилища красными цветками чунлянями с благопожелательными надписями их история тоже оказывается переплетена с нечистью рассказывается что некогда жили в китае два брата шэньшу и юйлюй которые ухаживали за персиковыми деревьями чьи плоды по легенде оторвали бессмертие и вот как-то на их сад решил напасть демон еванзы с десятком других демонов чтобы заполучить волшебные плоды однако братья лихо побили всех демонов связали их и скормили тигру охранявшему персиковый лес поэтому каждый раз когда наступало время встречать новый год люди обтесывали пару именно персиковых дощечек рисовали на них братьев шэньшу и юйлюй с тигром и вешали дощечки по двум сторонам главного входа в дом так нечисть не осмеливалась зайти внутрь и весь год проходил мирно и спокойно люди называли такие персиковые дощечки тауфу дословно персиковые талисманы и вот эти тауфу это и есть предшественники современных чунляней которые были введены и популяризированы джиу юаньчаном основателем династии мин помимо дощечек тауфу и полосок чунлянь китайцы на новый год также украшают свои дома иероглифом фу счастье но изображают его непременно вверх тормашками вот как об этом пишет свои книги китайские традиции и обычаи пань пань хуан однажды император джу юаньчан был разгневан некоторыми событиями в столице он решил наказать провинившийся горожан чтобы его солдаты узнали кем недоволен государь джу юаньчан собирался использовать иероглиф счастья как условный знак так началась бы массовая расправа но добрый императрица ма чтобы избежать этого бедствия тайна отдала приказ всем горожанам до восхода луны на каждой входной двери в каждом доме наклеить иероглиф счастья всем показалось это весьма странным но разве можно перечить слово императрица и вот каждая семья наклеила на свою входную дверь большой красный иероглиф и это выглядело очень нарядно но в одной неграмотной семье этот иероглиф наклеили вверх ногами на следующее утро джу юаньчан отправил своих солдат в город но те обнаружили что иероглиф наклеен в каждом доме так тайный знак стал бесполезным и солдаты в негодование расхаживали по улицам и думали что же им теперь делать вдруг они увидели двор той семьи что наклеила иероглиф перевернутым и рассмеялись как же глупые эти люди не могут даже иероглиф счастья правильно написать солдаты обошли весь город но так и не смогли никого казнить иначе пришлось бы казнить всех и ничего не оставалось кроме как уныло вернуться к императору и обо всем доложить вспыльчивый джу юаньчан выслушав доклад впал в такую ярость что даже усы его взлетели вверх император закричал не нашли тех кого нужно убить кто убить и тех кто наклеил счастье вверх ногами императрица ма услышала новый приказ и печалилась но тут же у нее в голове появилась хорошая мысль ма с улыбкой обратилась к джу юаньчан государь эти люди знали что ты пожалуешь их визитом и специально перевернули иероглиф ты послушай фу дао счастье перевернулось разве не то же самое что фу дао счастье пришло джу юаньчан подумал что это действительно имеет смысл он рассмеялся и велел солдатам императрица сказала верно оставьте людей в покое а те кого нужно было казнить пусть живут так умная императрица ма предотвратила большую беду в столице с тех пор люди клея на новый год иероглиф счастья стали намеренно его переворачивать эта традиция стала не только счастливым символом но и данью памяти императрица ма к тому же люди надеялись что кто-нибудь увидев на двери их дома и иероглиф фу счастье скажет фу дао ла фу дао ла счастье пришло счастье перевернулось кроме того мне один новый год не обходился в китае без ритуальных танцев мы с вами уже говорили о том что понятие нянь изначально соотносилось с обильным урожаем зерновых для произрастания которых очевидно были важны регулярные осадки поэтому неудивительно что отмечая новый год и обеспечивая тем самым большой будущий урожай древние китайцы в вопросах борьбы с засухами непременно обращались к дракону сколько дракон считался покровителем рек озер морей и божеством осадков для сельского хозяйства уже по крайней мере справление династии хань дракона в танцевальной форме просили чтобы в новом году погода была благоприятной для возделывания земли урожай богатым а люди всей страны жили в мире и счастье кроме того новогодние праздники в китае также исполняется так называемый танец льва костюмированное представление в центре которого два человека управляющий головой и задней части некого собирательного животного очень отдаленно напоминающих льва в южном китае считается что прообразом этого льва в кавычках стал уже упомянутый нами новогодний монстр нянь и костюмированный танец с его участием это такая форма древней коллективной терапии которая позволяла китайцам проиграть прожить приход этой нечисти в поселение и ее выпроваживание кстати о выпроваживании нечисти вообще китайская мифология знает очень большое количество разных демонов и большое же количество способов борьбы с ними именно этой цели служит давняя традиция запускать фейерверки взрывы которых отпугивают нечисть этой же цели служит еще одна традиция в новый год китайские дети получают от взрослых долгожданный подарок ясу и цянь деньги в красном конверте оказывается по китайским преданиям каждый год в новогоднюю ночь демон суй вылезает из подземной берлоги и отправляется в людские поселения чтобы чинить зло детям наводя на них порчу болезни или даже слабоумие по причине буйства разного рода демонов новогоднюю ночь у китайцев и не принято ложиться спать до утра поскольку в эти ночные часы нечисть не дремлет очень активно и может нанести вред юным домочадцам и вот одна китайская легенда гласит что как-то раз пожилые родители подарили своему недавно родившемуся а потому крайне любимому ребенку на новый год красную нитку с восьмию подвешенными на нее монетами ребенок игрался с ними затем ушел спать а родители помня о разгуле нечисти старались оберегать покой малыша как говорят сами китайцы шоу свой оберегать год но все же в силу возраста сами провалились в сон и тут же демон суй проник в их жилище но подкравшись к ребенку увидел лежащие рядом монеты на красной нитке и в ужасе сбежал пожилая пара рассказала об этом всем остальным и люди стали делать детям новый год такие же подарки теперь демон суй боялся подобраться к детям и считалось что ребенок получивший монеты благополучно проведет наступающий год поэтому люди стали называть эти деньги я суй тянь деньги охраняющие от суя и любопытно что здесь как и с няням имя демона свой читается точно так же как и слово год свой что опять же указывает на ритуальный характер таких новогодних подарков такая вот удивительная история и современностью китайских новогодних традиций ну а наша лекция подходит концу услышимся с вами в новом выпуске нашего подкаста до скорых встреч